Нижегородские разработчики игр стали одними из лучших в мире. Игра нижегородской студии 52 вошла в подписку Apple Arcade. Apple мировой лидер, который может позволить себе отбирать для своего сервиса лучших из лучших. И в Apple Arcade входит 150 игр от лучших разработчиков мира. Так вот, лучшие из лучших из Нижнего Новгорода. Это простые, скромные, молодые парни, которые работают с утра до ночи в маленьком офисе в одном из бизнес-центров. Здравствуйте. Привет. Это студия 52. Собственно говоря, здесь мы делаем игры. Тут три баннера. Первая — Jelous, наша игра. Вторая — Ken Show. И третий. Называется Focus Run и вышла недавно в Apple Arcade. Это вот игровое меню. Здесь у нас три главы. Они все посвящены разной еде. Там городской фастфуд, всякие бургеры, картошечка. У нас в игре есть боссы. Вот есть король, макарон первый. Нужно управлять толпой людей, выворачиваться от всякой вкусной и высококалорийной еды и стараться ввести здоровый образ жизни. Вы всего лишь вторая студия из России, которая достигла такого успеха. Ну это как два Оскара, да, взять? Ну нет. Три. Три. Это вообще классно, что у нас так все сложилось, что нашу игру выбрали. Мы очень рады по этому поводу. Ну то есть этот отбор вообще довольно тщательный происходит. То есть это вручную, там люди сидят, они выстраивают какую-то стратегию. Вообще нашу игру называют довольно хардкорной. Один пользователь, по-моему, из США написал, что ваша игра заставляет взрослого мужчину плакать. Людям нравится, когда есть какой-то вызов, когда ты проходишь сложный уровень, потом получаешь удовольствие. С чего вообще начинали? У нас Леша рисовал всякие арты, ну то есть, имеется в виду, он рисовал графику и выкладывал в Инстаграм. И нас заметил один человек из США. Он показал нашу игру команде Apple в США. Им понравилось. Да, она получила 5 миллионов установок. Это было очень классно, особенно учитывая, что она вышла только под айфоны. Под андроид мы тогда еще не выпускали. Вторая – это головоломка с плитками. Нужно выстраивать плитки в ряд по цвету. Она такая медитативная игра, там очень успокаивающая музыка. Из-за наших тесных отношений с Apple, они знали, что мы делаем третью игру, и они нам предложили попробовать в Apple Arcade. Мы работаем очень много, то есть мы часто и по выходным работаем. Раньше у нас была шестидневная рабочая неделя, то есть мы работали по шесть дней, а вот ближе к концу проекта мы уже вообще практически без выходных работаем. Ну, то есть буквально там за несколько дней до релиза мы там сделали больше сотни персонажей буквально за два дня. В основном такие ребята, как вы, у такого уровня, они не живут в провинциальных городах. Большинство разработчиков, конечно, живут либо в Москве, либо в Питере. Там и все тусовки. Звали в Штаты, почему не поехали? Звали делать игры. Хотели нас купить. Звали в студию, наши проекты, и чтобы мы переехали туда, и там продолжали развивать. Ну, то есть со всеми мы дружим, смысла продаваться кому-то вообще никакого не надо. Не обязательно быть сейчас где-то в Калифорнии сидеть, неважно вообще где ты сидишь. Важен компьютер, интернет и желание делать. Продолжение следует...